На пару месяцев позже, чем обычно и в сокращенном формате. Несмотря на все неудобства, шукшинские дни на Алтае все-таки стартовали. В программе нет привычной уличной красной дорожки, общения с гостями тет-а-тет. Однако жители Бийска и Барнаула смогут посетить творческие встречи с писателями, режиссерами и актерами. В ближайшие дни в кинотеатрах региона покажут кинопремьеры фильмов, участников фестиваля. А вот литературную шукшинскую премию вручили уже в день открытия. Присуждена писателю Михаилу Щукину, город Новосибирск, за роман «Емщина». Премия имени Василия Макарыча Шукшина для меня большая честь. И это не дежурные слова, не дань событий. На сегодняшний день, я думаю, творчество Василия Макарыча как никогда актуально. Оно нужно именно сегодня. В рамках кинофестиваля жюри предстоит отсмотреть свыше 30 картин, отобранных из нескольких сотен претендентов. 11 короткометражек, 20 фильмов полного метра предстоит жюри рассмотреть, определиться с победителями. Их мы уже узнаем с вами в пятницу в Бийске. И я уверен, что это будет сложная на самом деле работа. Я всем хотел бы пожелать успешного участия. Девиз фестиваля «Нравственность есть правда». И эти слова действительно ориентир для многих участников. Как в борьбе за первенство, так и в подходе к работам. Некоторые берут пример именно с Василия Шукшина, ориентируются на его кинематографический опыт. Я пытаюсь приблизиться в этом смысле к Василию Шукшину. Чувство вот этой правды. Чувство, наверное, еще какой-то врожденной, что ли, порядочности. Шукшинские дни на Алтае продлятся до 2 октября, дня смерти великого писателя и актера. В завершении награды вручат лауреатам кинопремии. А пока жителей края ждут кинопоказы и творческие встречи, которые пройдут в 8 городах и районах. Артем Гусельников, Данил Захаров. День с толком.